Доброго всем времени суток, с вами Тексер. Продолжаем выкладывать запись настольной РПГшки, сделанной посредством программы TableTop Simulator. Заброшенный храм называется «Про двух авантюристов из ближайшей деревни». В деревне начался неурожай и всякая чума, поэтому их отправили выяснять в расположении неподалеку заброшенный храм. Ибо, как сказал проезжий колдун, проблемы все именно из-за того, что произошло в этом храме. Два авантюриста Ашен Люкс зашли в храм, изгнали за ночевавших там бомжей, чтобы не мешались, и пробрались через заваленный проход в один из внутренних залов. Поехали. И тут, я так понимаю, цель. Ну, тут более интенсивный полумрак, чем в предыдущем зале, но немножко есть свет, потому что освещение такое же, то есть через специальное отверстие в потолке немножко свет пробивается. Ну, что-то можно разглядеть. Стой, а мы же сюда заглядывали через щели, тут было очень... Ну, вы со света смотрели в темноту. Конечно, там ничего не было видно. А-а-а. Так, ну, я стараюсь не шуметь, подхожу сюда к углу. Ну, ты видишь вот часть комнаты дальней, вот эти два портала. Нужно ли мне кидать кубик на тихое перемещение? А-а-а, нет, не нужно, ты никого не видишь тут. Ничего не ходит. А за угломишь через зеркало посмотреть? Там тоже пусто, ты видишь остальные порталы. Больше тут ничего нет. Порталы в каком? В архитектурном. Это две колонны, арка такая над ними. И массивная дверь каменная. Это устворок. А вот эти вот... Давай про них сейчас скажу. Это вот мрамор. Скучно него пророс мох, такой старый мрамор. Это камень, светящийся красным, как старые угли. Ну, тепло от него не идет, он просто светится. Это как лед такой. Ну, похоже, наверное, на силиконовый каток. Это у нас из металла сложное переплетение. Ну, то есть гораздо сложнее, чем я нашел вот этот вот макет. Просто я сложнее не нашел переплетения. А вот это что такое? Это кресло с шипами в лучших традициях инквизиции. Перед ним дохлая крыса. А перед ним? Дохлая крыса перед ним. Такая порванная. Здоровая. Здоровая. Так, ну... Я тут прохожу по периметру, мимо кресла, мимо этих порталов, опять-таки, внимательно глядя на амулет. У порталов есть всплеск магии, и у кресла тоже есть немножко всплеск магии. То есть, у кресла есть магия. От крысы магии не пышет? Нет, от крысы магии не пышет. Так, я нахожу по центру зала с краной дофигайдер. Это куфик. Споткнись об него. Товарищ инженер, кресло не хочешь изучить? Примерить. Может, получится что-то с него свинтить, потому что это, по-моему, не является частью храма как таковой. Так, ну, что ж. Кресло, в принципе, по стилю из общего убранства храма выделяется? Ну, поскольку тут нет никакой другой мебели вообще, сложно сказать, из чего она выделяется. Из дверей, из колонн. В целом, оно вделано в пол, то есть, его капитально тут установили. А уж по стилю... Вот чего мне у Ашена, как у инженера, интересно узнать, это две вещи. Во-первых, можно ли с него что-то свинтить полезное. А во-вторых, как у инженера, было ли оно, как по его мнению, было ли это кресло здесь изначально спроектировано? По методу его установки. Или же оно было уже позднее все таким-то установлено, но к храму отношения не имеет. Так. Я кидаю на... Ну, ты можешь кидать как инженер, как внимательный человек. Я сначала кидаю... Я хочу кидать по отдельности. Ну, хорошо. Три варианта. Ладно, ладно. Как скажешь. Инженер, внимательный человек, оккультист. Полные значения. Шесть. Шесть. Ну, это кресло, оно... Три. Это кресло, оно выполнено из дерева. Такое инквизиторское, с железными шипами. Кроме на нем, он является на шипах немного. Сделано очень капитально. Вделано в пол, то есть оно тут установлено давно. Что еще? Добротное очень. Ну, вроде так вот и все. Пыли на нем нету? Нет, пыли на нем нету. А достаточно ли данной крови, чтобы предположить, что это кровь местной крысы? Ну, ее тут не очень много, но, наверное, в крысе все-таки столько не будет, потому что тут подлокотники и сидения. На лоб. Крысу сажать в кресло, это странная идея. Нет, имеется в виду, что крыса могла залезть и механизм мог... Ну, ты как инженер можешь сказать, может ли механизм сработать просто от того, что крыса на него залезла? Ну, там не видно никакого механизма. Ага. Тогда крыса туда... Эта крыса должна быть очень с интересными вкусами, чтобы туда залезть, в таком случае, на эти шипы самостоятельно. Насадиться на них, а потом слезть и сдохнуть. Ну, как бы крысы не того размера, чтобы вот так вот все кресло-то измазать. То есть руки на подлокотники положить. То есть ее кто-то жрал. И потом на крысе повреждения, да. Ну, пытался жрать. Да, она же это погрызена. Но не с половиной. Невкусная. Так, я осматриваю их на наличие всяких винтиков, балтиков, да. Ну, ты... Вот, которые я могу свинтить. Ну, ты можешь ее разобрать. Естественно, разбирает скрывать другой агрегат. Да. Ты вполне можешь разрабатывать... Я разбираю это кресло. ...своими инструментами. Клиптомал. Чертям ебеням собачьим. Разбираешь, получаешь кучу деталей. И что я с него получил? Ну, деталей. При помощи отвертики разводного ключа. Подлокотники там, спинку, сидушку. Ножки остались в полу. Потому что они вделаны в пол. Все, кроме ножек, ты с него получил. Так. Что за херня там у тебя происходит? Я кресло теребаю. Учитывая, что я стою в предположенном конце помещения. У тебя срабатывает амулет на магию. Так, то есть какие-то элементы этого кресла магические. Серьезно. Да, ну, видимо, она в целом была магией. Ты разобрать успел, и у люкса сработал амулет на магию, на вспышку магии. Что-то... Магическое устройство включилось или выключилось в этой комнате. Так, когда я... Когда я дернулся, ты тут в этот момент что разбирал? Ашен? Что-то в этот момент снимал с кресла? Да. Ну, первую деталь, которую ты снимал, допустим, в спинку. Кресло ты отвинтил, и у люкса сработал амулет. Как-то так. То есть какая-то из деталей, либо... То есть либо там какое-то заклятие рунное, или еще какое-то было установлено, но раз замкнулось, да? Либо на самой спинке что-то. Ну, да. При разборке кресла, видимо, что-то выключилось. Магическое, рунное. Размкнулось. Так, я прошу люкса еще раз махать амулетом. Ну, махаю, проверяю, не сохранилось ли там еще чего-нибудь. Блин, гдолбанная крыша. Нет, теперь там ничего нет, никакой магии от кресла не идет больше. Нет. Аня стоит. Он у меня почему-то по-другому упал. Так, я хочу осмотреть... О, так крыша не стоит. Я хочу внимательно осмотреть каждую часть, применив оккультизм. Ну, хорошо. Применяй. Ты можешь увидеть, что все детали кресла, так сказать, с нерабочей стороны, где шины, ну, с противоположной от шипов, она покрыта рунами, магическими знаками, ну, не то же рунами, а магическими знаками, которые при сборке складываются в определенный узор. От кресла. Ну, у меня написано, что тут пентаграммы, магические символы, руны и... А, магические у тебя все-таки есть, значит, ты в них разбираешься, да. Ну, тогда, исходя из этих знаков, ты можешь счесть, что кресло было таким ключом к какому-то другому устройству. То есть кресло срабатывает и посылает сигнал куда-то. Как-то так, то есть так... Ну, ключ. Возможно, с какими-то из этих порталов? Как вообще эти порталы устроены? Массивные двери там, да? Да, из двух каменных плит толстенных. Так, а когда я разобрал кресло, что-то изменилось в... Нет. То есть... То есть... Ничего. Я прошу люкса... Если я пройдусь вот по этим вот плитам, ничего не меняется? Нет, ничего. Просто плиты. Какой-то? Просто замшелые плиты. Больше ничего. Что за символизирующая саму дверь? Ну, возможно, да. Если толкнуть дверь, она заперта. Если подпадать дверь, она заперта. Это толстенная каменная плита. Там ее слон не сдвинет при всем желании. Там ее мамонтами таранить можно. Стой, стой. Си-4, да? Стойте. Я хочу попросить люкса еще раз обойти с амулетом дверь. Ну, двери по-прежнему излучают некий магический фон. Скорее, не двери, а то, что за дверями находится. Уфа нет? Одинаково. Одинаково. Но не двери, а то, что за дверьми что-то. Ну, давайте осмотрим крысу. Хочешь ли ты вызвать ее дух? Дух крыс, он ничего не скажет. Он попищит. Так. Кстати, что я получил с кресла? Да ты уже спрашивал. Ты получил кучу запчастей с кресла. Ну, крупно запчастей. Подлокотники, сидушка, спинка. И ничего более. Что-то мне подсказывает, что может было попробовать вообще-то на кресло как раз-таки крысу кинуть. Типа, смотри, что получится. Но сейчас это уже не получится. Да, уже не получится. Так, а... Ну... Ну что, мы хотим это попробовать? Ну давай попробуем. А на чем именно были начертаны магические письмена? Ну, на всех деталях кресла, да. То есть, просто как инженеру нужно вспомнить азы инженерного дела и просто собрать все в том же порядке, в куме. Ну, да, прокинуть на инженеру и попытаться собрать кресло как было. Вот, хорошо. Ну, плюс инженерка твоя, да. У тебя получается собрать кресло как было. Люкс через свой амулет ощущает, что оно включилось. То есть, фон магический пошел. То есть, оно снова работает. Да. И я хочу смотреть крысу. Ну... Ты не врач, ты не биолог. Как оккультист и как внимательный человек. Хорошо. Ну, крыса... Ей кто-то обедал. Из него выкушен такой кусок. Ну, может, я там найду струны на кишках. Ну, нет. Ничего ты там не находишь оккультистов. Вообще, судя по всему, ну, крыса. Ну, ты теперь как внимательный человек. Ну, так ты, да. Я очень внимательный. Очень внимательный. Ты очень внимательно изучил крысу и можешь определенно сказать, что крыса точно дохлая. И что ей кто-то пытался пообедать. Так, а... Это... Там пасть была с острыми? Да, ее именно хищник схватил. Так, у нее, то есть, головы нет? Нет, не головы. Ее там пополам почти перекусили. То есть, так... Вгрызлись. Так, ну, что, пробуем активировать эту фигню? Активируй. Крови, конечно, маловато. Но вдруг-то как-то отреагирует. Ну, значит, я беру эту крысу и остатками ее головы аккуратненько, грубо говоря, в сторону дверного портала. Думаешь, это имеет значение наведение на цель? В кресло, на ШП. Ну, ничего не происходит. Амулет фиксирует некий магический импульс. Есть ли реакция амулета, если реакция... Да, слабый магический импульс. Небольшой такой. То есть, устройство сработало, послало куда-то сигнал. Это что-то ему немножко ответило, но больше ничего не происходит. То есть, проверка... Ну, как будто проверка запустилась, сигнал ушел, ответили, что нет, не то, и все. То есть, такое ощущение, что, как Ашен сказал, это может быть ключом к другому механизму магического, да? Да, да. Это какой-то дистанционный устройство, дистанционно чем-то управляющее. Как панель от сканера, когда на двери. Я достаю посмотреть... Ну, кого? Текст, я достаю посмотреть... А, да тут морду-то? Ну, она лежит, то я надпись на ней еще нести росте, в принципе, хорошо. Можно дальше носить ее в плавательной шапочке. То есть, ничего не происходит, да? Нет, то есть, ничего не может произойти, она из другой. Я провожу этой руной по магическим знакам кресла. Ну, ты можешь войти сколько хочешь, в принципе, ничего такого не произойдет, а не надо другого плана, это, ну, по сути, телефон, не знаю, мобилка это. Води, не води. В общем, я провожу данным телефоном по магическим знакам на кресле. Ну, собственно, ничего и не происходит, он не для этого предназначен. Вообще ничего. Ты еще поднеси его к двери с вот этим вот раскаленным полом. Ха-ха-ха, и оно вылезет. Я стою и контролирую все это своим талисманом. Дергаешь? Нет, ничего не дергаешь, все тихо, ничего не происходит. Да-да-да-да-да. Но это лучше, чем можно было найти в нашей деревне. Так, одна дверь стальная. Стальная, ледяная, тепло. Не, ну, двери-то каменные, это плиты перед ними. Так, я хочу их оставить как инженер. Ну, инженеру там смотреть совершенно нечего. Внешних исполнительных механизмов там нету. Это просто две плиты, сомкнутые встык, так что туда там лезвие бритвы не просунешь. Возможно, ну, какие-то знаки... Возможно, в мазках поражающих это дело на полу какая-то тема, да? Нет, ничего, никак инженер, никак не вадим, человек тут увидеть нельзя. А это рисунки? А в... Нет, нет, я имею в виду вот... Вот как во Властелине Холец-то. А что там? Ну, там это... Скажи... Скажи, друг, и войдешь... Нет, не войдешь, потому что тут ничего не написано. Говорит тут... А, надписи вообще никаких. Да, никаких надписей, только вот у тебя орнамент перед дверями, колонны и двери совершенно гладкие, одинаковые. Так, и тогда я хочу их осмотреть хотя бы как инженер. То есть, плиты на полу, механизм дверей, если там хоть что-то можно понять, да? Механизм нету, у этих дверей даже не видно петель, то есть, это утопленные в стену две плиты, которые являются похожи створками. А сначала... Так, кстати говоря, эти плиты, мне кажется, очень подозвительные. Ну, которые... Которые на полу. Я хочу их осмотреть как внимательный человек. Ну, эти плиты явно просто как бы инкрустированы в пол, они не являются как бы такими же, как остальные. Так, а это с решеткой или плитой? Это очень сложная такая конструкция, очень сильно переплетенные металлические полосы, швеллера там, уголки, ну, сплошное по сути. А, ну, то есть, за орнаментом я внизу ничего не... Нет, орнаментка такового нет, это можно считать сплошной плетеной такой стеной из металла, сплетенной как бы. Ну, я бы сложнее текстуру нашел, но у нее нету сложнее. Этот металл такой... Тебе не знаком, но какой-то древний металл, очень похоже прочный. При плетении является скорее украшением, такой сложный узор. Ну, то есть, просто вот кто-то взял и сплел из металла такое плетение, такое кружево, скажем так. Видимо, чтобы отобразить то, что, возможно, находится за дверью, чтобы было понятно, как вот перед теми там лед, там угли, мох. Вот, а тут вот металл такой сплетенный. То есть, это не является механизмом, это не является скрытым люком, это просто красота. А, для начала? Живой мох? Да, живой мох. От этого мха... Может, исходить к этому? Он сам все может быть каким-то? Ну, он является небольшой фон, то есть, настолько небольшой, что можно понять только поднеся к нему прямо вот вплотную, не знаю, сон талисман в этот мох, тогда ты чувствуешь, он чувствует, что там что-то есть. Как-то так. Возможно, просто для роста используется. А если я возьму клочок мха, я отойдусь в сторону? Ну, вот, да, в стороне это чувствуется довольно ясно, что источником является именно мох, а не плиты, но это все равно источник слабый, ну, не знаю, возможно, магическое удобрение использовали, чтобы его вырастить как-то вот. То есть, он сам ничего не колдует. Ну, на всякий случай, я клоком мха себе в инвентарь кладу, потому что магические штуки, это моя слабость. Ну. И я тоже о чем хам. Блин, жадный какой-то весь, а щиплите, да. Все выдрать, все собрать, все открутить. Взял мох. Взял. Так. Делаю пометку, слабая магия, вопросительный знак. А я пометки не делаю. Да, ты его просто съешь. Потому что я в этом ничего не чувствую. А зачем взял? Я тебе могу сказать, что от него вроде бы что-то как-то нюхается. Так, а стыки между обычным полом и вот этими плитами есть? Да, там слабый шоу заметен. Слабый шоу. Так, где мой фомка? Так, а я пытаюсь это дело поддеть фомкой. Ну, там очень тонкий шок, не влазит твоя фомка. А, хорошо, понял. Потом смотришь на своего гнома, смотришь на эту плиту и понимаешь, что плиту размером где-то 4 на 4 метра ты, наверное, не поднимешь. Опоздал он. Ну, ее можно отдать люксу. У меня силы ненамного больше. Ты лучше своим арлийным взглядом смотри все стыки и посмотри не затесался в какой-нибудь из стыков что-нибудь интересного. А то, может, кто-нибудь их тоже пытался перевернуть. Хорошо, кстати говоря. А кидаю на внимательность. То есть я 4 проверяешь? Или как? Да пусть я 4 проверяю, но ничего такого критичного нет. У него же полно времени, чтобы ходить и нюхать их все. Так, что там? 8. Ну, вот вроде железяки кто-то пытался выковырить. То есть там есть сколы, да? Ну, там железякам-то ничего, а вот те, которые основной пол составляют, они, да, поцарапаны. Так, а... То есть кто-то металл пытался выковырить? Да, да. Бомжи пытались цветмет продать. Странно, что они стул не разобрали в таком случае. Деревянный табурет, кому нужно. Металлические шипы? Большая ценность. А здесь в хозяйстве может пригодиться, а уж бомжам-то и подавлю. Нет, ну, шипы-то железные, а вот это металл хоть непонятный. Так, я кидаю на внимательность. На про что? И, пожалуй, одновременно на инженерное дело. А про что? Я хочу узнать, не являются ли эти... Ли, вот эти железные, да? Угу. Не являются они с люком? А ты их уже осматривал как инженер. Я же сказал, что там ничего нет. Ты же на 17 их осматривал. Но теперь-то мы знаем, что их пытались выкварить. Их пытались тупо выломать. А, ну я-то... Не является ли это скрытым проходом? Не-не, ты их на 17 уже посмотрел. Все, ладно, как скажешь. Так, такое ощущение, что в этой комнате больше тупо ничего нет, да? М-м-м, да. Так, стой, я подхожу к... Стены монолитные, просто. Камень отполированный. То есть его выдолбили и отполировали. А под потолком что? В смысле под потолком? Еще потолок. Да, как он выглядит, что там? Гладкий потолок. В нем есть щели, через которые свет пробивается, и все, собственно. И все? Да. И все. То есть эту комнату выдолбили в горе? А... А я подхожу к железной двери и стучу в нее. Ну, двери там каменные все, но стучал. Ну, такое... Ощущение, что постучал не по двери, а по стене. Замечательно. Так, что у меня все? Ну, она каменная. У нас крыса сидит на... Чего? На стуле с пиками точенными. Да. Нам, по-моему, надо в другое помещение уже идти. Здесь как-то... Хорошо, я иду за Люксом. Так. Но вы через первый зал идете в ту верхнюю комнату, да? В исходный зал, и потом в другую дверь. Ну, после исходный зал, чтобы не извлекать. Угу. А в исходный... Вот. Ну, тут коридор не завален, вы проходите. Ну, уже темновато. Максимально тихо я стараюсь идти. А освещение примерно такое уж, как было в предыдущей. То есть, ну, вечерело, темно... Темнело. Так, а я внимательно осматриваю помещение. Ну, его надо уже обходить, чтобы осматривать, потому что темновато. Издалека шевеление никакого не видно? Не видно. Так, ну, что же. Да. Вот тут такой, типа, бассейна небольшого. Рядом бочка стоит. Тут три лежбища. Ну, в общем, будем считать, что вы походили по комнате. Тут некий люк в полу. Тут пентаграмма. И такие хорошие кляксы крови тут на этом всем. Кровать это просто тряпки, брошенные на землю, такие, а-ля спальные мешки. Я полагаю, уже можно делать стандартную процедуру. Я обхожу с талисманом. Люк в полу, кровавые пятна, лежбище. Здесь прохожу к пентаграмме, подхожу. Где реакции есть? Ну, на пентаграмме, на люке. Ну, вроде все. В бассейне? В бассейне, в бассейне. Нет, и есть такой, там, немножко, заплая водичка. А на бочке? На бочке них в реакции нет. Предлагается сначала осмотреть бочку. Ну, бочка такая на полсотни литров, судя по весу, не пустая. Там что-то булькает. Так, а я стучу по бочке. Почти полная. Почти полная. Сильнее булькать начинает? Нет. Ну, что, приподнимаешь крышку? Нет, сначала я вижу там пробку, пытаюсь ее выдернуть. Где пробка-то? А вон нарисована. Сверху? Да. Сверху. Выдергиваешь. Подхожу подальше, мало ли чем звоняет. Так, а как на уроках химии этот? Аккуратно нюхаю. Пахнет какой-то химией и кровью. Пахнет химией и кровью. Поддержит генатоген. Прочее говоря, обработанная чем-то кровь, да? Да. Так, я беру ломик и снимаю крышку. Ну, там оно и есть внутри. Обработанная чем-то кровь. Так, где-то на две трети бочки. Так, я достаю. И при этом магия от нее не пашет. Магии нет. Химии только. Пахнет. Я достаю из хапких хвоста палку. И пытаюсь ее... Ну, макаю ее в бочку. Что-нибудь происходит? Нет, ничего. Ну, палка теперь кровью. Ну, да. Так. И я пытаюсь поджечь эту мокрую палку от факела. Ну, тут кровь испаряется, палка неохотно разгорела и разгорается. В общем, довольно обычно выглядит. То есть, кровь не горючая? Нет. Ну, она обычная студия по виду. Непонятно, почему она... Ну, она не густеет, она такая. Чем-то обработанная, но только, чтобы не сгустевала. Горючее не делается. Так, а я осматриваю бочку на наличие каких-нибудь символов. А на ней есть символы, ну, так сказать, консервации. Символы консервации. Бассейн, смотри, а то он тут что-то как-то не к месту. Хорошо. Я осматриваю бассейн. Точнее, наоборот, как раз он тут слишком к месту. А вот пентаграмма выглядит как-то в трем наверх. Так, я должен съедать кубик на осмотр. А ты как что, как то осматриваешь? Сначала я осматриваю, как внимательный человек. Ну, кинь. 20. 20? Этот бассейн выглядит странно, поскольку нет ничего, через чего его могли бы наполнять. Это просто такой полуцилиндр, стоящий, каменный, стоящий на полу. То есть, чтобы налить него воду, все это дофига воды сюда надо было носить. Так, а в потолке никаких отверстий нет, что можно паскивать? Нету. Нету никаких... Плюс, похоже, когда-то в нем была не вода, потому что камень потемнел. Воду сюда натаскали позже. Так, хорошо. То есть, я не вижу никаких ни символов, ни... Символов на нем нету. Просто вот такое несоответствие. Ту же самую палку, которую кровью макал с другой стороны сюда, засунь, вода нормальная, вообще с палкой ничего не случится. Да, вот я делаю именно это. Ну, кровь легко смывается с палки, и через какое-то время... Нет, 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 я макаю другой конец. А, просто палку? Да. Кровь потом проверять будем. Ничего, просто, ну как, ну, макнулся. То есть, там не серная их езжа? Нет, там вода. Не шибко свежая, но вода. Реакция с кровью какая в бассейне, где когда-то было что-то другое? А вода моментально очищается от крови. Такое впечатление, что кровь куда-то в стенки всасывается. Ага. Тогда я осматриваю как оккультист. Ну, хорошо. Просто, ну, символов-то нету. Ну, символов нету. То есть, ты можешь смотреть в плане, для чего это может служить тогда? А в тот момент, когда кровь растворяется, во все стороны всасывается, у меня молит никакой реакции не проявляет. Я же рядом стою. У тебя молит только на магию работает. Ну, то есть, магии там нет. Магии нет. Там может быть другое что-нибудь. Например, божественное. Воу. Так, а мой этот... Ну, как, колдовства не макс. А мой этот... Че? Телефон. А этот? Этот нет. Нет. В общем, кидаю на оккультизм. Угу. Шесть. Шесть. Ну, ты можешь предположить, что это бассейн для жертвоприношений. Чего-то типа крови, чего-то жидкого. Причем с таким же успехом можно приносить жертву, как кровь, так и благовоние. Ну, аналог жертвенника. Так, мы не хотим осмотреть лежанки на предметы. Я вот для начала хочу посмотреть, во-первых, насколько свежая кровь, а уж потом Ашен пусть осмотрит на лежанки. Ну, это люкс надо смотреть-то, он же вроде врач. Так, ну, люкс... На медицину тогда, да. Что там интеллект используется, да? Там медицина используется. Шестнадцать. Шестнадцать медицина сколько? Медицина единичка. Семнадцать. Семнадцать. Ну, этой крови, ну, где-то недели две. То есть достаточно давно, скорее всего, лежанки тогда же, наверное, были положены, да? Лежанки старее. Ну, что ж, она смотрит в свои лежанки? Ну, я пошел осматривать лежанки. Ну, там на внимательность. Да. Девять. Девять. У тебя там плюс один, десять. Ну, лежанки, как лежанки, затхлые достаточно, то есть они давно тут явно у них ночевали, ничего спрятанного в них нету. М-м-м, это что-то случится. Хорошо. А мы тут надолго? В смысле? Можно было бы, ну, лежанки с собой взять. Блин, он все хочет с собой опереть. Ты для начала переверни, посмотри, что. А, кстати, да. Я их переворачиваю. Под одной лежанкой находишь чертежик такой. Похоже, на нем изображена вон та самая пентаграмма. Так, а чертежик на чем он? На пергаменте, на обычном. На обычном пергаменте? И там только чертеж и больше не... Да, но как обычно, рисую пентаграмму, последняя линия не замкнутая, чтобы она не была рабочим чертежом. Так, я осматриваю листочек, как оккультист. С тем, что ты их можешь пентаграмму осматривать, она, по крайней мере, целая. Скажи, я эти пентаграммы смотрю и думаю, что кидать туда сущий телефон с рожей демона, наверное, последнее, что-то делать. Так, ну я все-таки кину, чтобы осмотреть листочек. Ага. Блин, далеко кидаешь, мне не видно, что там. 12. Плюс 3, 15. А я вот сижу перед люком и слушаю, не открывая его, нет? Люк, он, несмотря на то, что нарисован деревянный, он не деревянный, он каменный. Массивный такой люк. Причем, вот он отсюда, похоже, не открывается, у него кольца-то нет. То есть там контуры и рама есть. Но, блин, у меня другого рисунка не было. Листочек. Листочек является вот копией вот того, что на полу нарисовано. Как оккультист, ты можешь предположить, что это что-то телепорта куда-то. Телепорт. Место скорее ближе к аду, чем раю. Ближе к аду, чем к раю. А еще у нас есть кресло для выкачивания крови, бассейн для выкачивания крови, бочка полной крови. Как бы эту кровь доставить в кресло? Первая же мысль возникает. Бочку тащить. На что реагирует это кресло? На кровь или именно, скорее, на кровь, да? Должно. Не будет, наверное, как нормальный самый крестьянин, уже давно бы с руками отсюда убежал. Но поскольку я упоротый. Вы гопота. В бочке сколько там? 50, она на 2 трети полная, там литров 30 с чем-то. Ну, блин. 50 кило-то вы утащите. Ну, что, начнем потихонечку передаст. Аш, вот та сущность, к кому ведет телепорт, она... Погоди, погоди, погоди. Мы бочку не протащим через разрушенный проход. Ну, она 50-метровая, ну, бидон для молока представляет, что он в диаметре примерно как человек. Так что должны протащить. Мы ее вполне можем обратно злаконопатить. В общем, та сущность, к которой ведет пентаграмма, она, если пользоваться категориями ролевых игр, она Loveful Evil. Законопослушное злое. А, так, я же... Так, Люкс, давай, говори. Да, проще говоря, дьявол просто. Ну, не настолько крупная. Категория не те же. Не настолько крупная. Ну, в общем, договорщик. Так, я желаю осмотреть пентаграмму на наличие того, как давно ей пользовались и часто ли. Кидай. Кидай. Тринадцать. Тринадцать, что там, и три. Шестнадцать. Пользовались ей, ну, где-то недели две назад. А ты пропадаешь опять. Ага, пользовались ей недели две назад. Как часто, ну, блин, тут сложно сказать, по какому параметру можно определить, часто ли не часто. Похоже, вот ее нарисовали и воспользовались. Ага, то есть... Ясно. Может, даже и телефон к ней отношение имеет, после чего как раз его выкинули в костер. Вот, в узлах пентаграммы, там какие-то кучки сгоревших ингредиентов лежат разных. А нет ли в этих кучках монеты? Монеты нет, монеты нет. Блин, нужно было пиво купить. Ну ладно. Полагаю, у нас никаких ингредиентов похожего толка нет. Ты вообще хрен определишь, что там сгорело, да? Ну да, нет, там где-то какие-то косточки мелкие видны, где-то непонятно, что сгорело. Так, я предлагаю законопатить бочку и оттащить ее к креслу. Ну давай, законопатим. И еще я хочу осмотреть люк. Ну давай, смотри. Как внимательный человек и инженер. Что там, 17? Хорошо выкинул. В общем, люк. Похоже, это не люк, похоже, это что-то из пола выдвигается, ну не знаю, как пенал или как столб. То есть это прямоугольник в полу, из которого вот это вот, то что сверху видно как квадрат, выдвигается вверх. Возможно, она длинная. Черт его знает, какой она там длины. То есть он не открывается, она выдвигается. Ну не лестница, выдвижная колонна. Скрытый мини-бар. Ну или лифт, или, ну короче, что-то такое. Или наоборот, она уезжает вниз, там эта площадка такая, на которой ты встаешь и вниз уезжаешь. Навсегда. Потащили. 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 В ту комнату нижнюю, да? Да. Люкс, бери. Ну-ну-ну, взяли. А я буду следить факелом. Сюда. Сразу. А на этом все. Ставим лайки, ставим дизлайки. Пишем, что думаем по поводу такого жанра на канале. Всего хорошего. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok